Сегодня в музейно-выставочном центре «Фотодом» состоялось открытие фото-выставки, посвященной бойцам Росгвардии и офицерам спецназа. Организатором выставки является управление Росгвардии Паризанской области. Авторы фотоснимков, победители всероссийских ведомственных конкурсов фоторабот Мария Жарикова и Лидия Родина представили зрителям почти 40 портретов с изображением бойцов отрядов специальных подразделений. Идея выставки появилась прошлым летом. Мы по роду своей деятельности работаем на учениях, на учебных тренировках. Фотографируем сотрудников ОМОН и СОБР, и мы обратили внимание на то, что люди работают в балаклавах, да, это продиктовано их безопасностью, безопасностью их близких, но тем не менее, несмотря на закрытость лица, мы узнаем их по взгляду, потому что это взгляд невероятно сильный, мощный, мужественный. Каждый там выражает что-то свое, но в каждом из них это невероятная мощь. Для того, чтобы создать хорошие по качеству фотографии, отразить в них тонкости окружающей действительности и неповторимый взгляд военных при выполнении задания, авторам фоторабот приходилось иногда выполнять тактико-боевые действия во время фотосъемок. Для нашей выставки мы использовали в основном фотографии с полевых выходов, специальных операций, учебных специальных операций, тренировок. Вот на этой фотографии изображен сотрудник ОМОН на полевом выходе организации переправы. Чтобы сделать эту фотографию, нам самим с Лидой приходилось переправляться на другую сторону реки, именно научиться все это делать, фотографировать тоже в процессе. И также вот чем примечательна эта фотография? На этой фотографии сотрудник ОМОН жестами показывает остальной группе, как нужно пройти переправу. На всех фотоснимках бойцы Росгвардии и ОМОНа изображены в масках-балаклавах. Они стали непременным атрибутом экипировки в спецподразделениях, хотя и не являются уставным элементом обмундирования. Главная задача, которая стояла перед фотографами – отразить мельчайшие детали, мысли бойца, его состояние в момент фотосъемки. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».